Набережная всё чаще становится местом отдыха горожан. Это неудивительно. Здесь пройдена серьёзная работа по приданию месту современного вида и звучания. В прошлом году открыт фонтан, который, к слову, очень полюбился юным жителям областного центра. Именно здесь они спасаются от жары. А также выложены новые дорожки, установлены лавочки и фонари, открыта дополнительная парковка. Но, по словам городских властей, это ещё далеко не финал благоустройства. Работа продолжается, притом не только в центральной части возле причала. Мы хотим сделать за счёт городского бюджета ограждение доставить до улицы 17 сентября. То есть там, где у нас сейчас дорожка лежит пешеходная, где стоят фонари, лавочки, вот до туда довезти ограждение, чтобы уже это дело закончить. Мы стараемся ко дню города хотя бы ограждение поставить. Ну и до сентября всё это дело уже сделать как положено. С накрывками, с покраской, со всем. Набережная должна стать вторым наравне с пешеходной советской центром притяжения горожан и гостей областного центра. К слову, и между собой их планируют символично объединить, предоставив больше места и возможностей для вечерней прогулки или променада выходного дня. Цель такая стоит немного растянуть людей, потому что у нас пешеходная советская. Ну, мы хотим её довезти, чтобы люди с советской потихоньку уходили на набережную. И когда там будет красиво, вот, то благоустройство, которое мы начали, вот, скажем так, до 1000 мелочей, продолжить до 1000 мелочей до 17 сентября. Ну и чтобы получился такой круг, что советская, набережная, потом можно по бульвару Шевченко выйти на, он красивый у нас, бульвар Космонавтов, и дальше на Гоголя, на улицу Фонарей. Ну, то есть такой же маршрут такой туристический. Согласно проектной документации, на набережной в будущем появится ещё не один десяток метров велосипедных и пешеходных дорожек, а также скамейки для тихого семейного отдыха и даже тренажёры для активных и спортивных брещан, которые о здоровом образе жизни знают не понаслышке.